На площадке обновленной общественной палаты Республики Крым глобальный разбор полетов. В ожесточенной дискуссии, как на поле боя, сошлись известные на полуострове владелец зоопарков Олег Зубков и представители органов власти. Любитель животных, как условный обвинитель, сразу перешел к привычному амплуа роли жертвы. Наряду с проблемами идет уничтожение существующих парков, всего, что можно уничтожить, всего, что можно отнять и никакого движения вперед. Всю речь владелец парка Львов и зоопарка повторял излюбленную песню. Власть не дает ему оформить землю и объекты. Все проверки, в частности ветеринарного комитета, надуманы. К его паркам предвзято относятся и во что бы то ни стало, хотят их истребить. Но у профильного госкомитета есть свои аргументы против. На моей руке не хватит пальцев, если их зажимать, сколько было законных оснований обратиться в суд с санкцией упрощения закрытия парка на 90 суток. Но мы не сделали этого ни разу. Мы заменили это штрафом и давали возможность исправить те или иные нарушения. По словам Валерия Иванова, у Зубкова нет ни одного документа, ни на одно его животное. Чем болеет или не болеет, чем питается, какие прививки сделаны, ничего неизвестно. А в парке, как ни крути, тысячи посетителей. С животными они контактируют, их кормят. То есть доказательств, что это безопасно, нет ни у кого. Кстати, одно предписание, что Олег Зубков должен уничтожить выявленных у него крыс, ему вручили прямо во время заседания. Аргументов к обвинению добавляют и чиновники из госстройнадзора. Был привлечен по факту эксплуатации зданий без ввода в эксплуатацию, без документа, подтверждающего факт ввода объекта в эксплуатацию. В связи с тем, Священков также признал свою вину, оплатил штраф в полном объеме. И на сегодняшний день данные объекты в эксплуатацию не введены. Мы установим факт самового строительства объекта в кафе «Белый лев», в гостинице «Сафари», в пропускной пункт «Касса». О невведенной в эксплуатацию объекты невозможно обследовать на предмет опасности или безопасности. Следовательно, гуляя по Тайгану, люди пользуются всеми сооружениями на свой страх и риск. Если суммировать позицию официальных лиц и ведомств, в эксплуатацию объекты не введены. Все ли нормально со всеми животными, не знает даже самых владелец. А Крым тем временем уже три года в составе России. Напрашивается справедливый вопрос. Неужели нельзя было привести все в соответствие за переходный период? Зубков парирует, мол, пытается оформить документы на строение еще с 2014 года, а ему не дают. Но при этом не имеет при себе ни одной копии поданных заявлений или отправленного и зарегистрированного письма. После долгого обсуждения пришло время подводить итоги. Зарковое представление прошло. Это уже оскорбление. Позвольте мне высказать, что последний форекс. Владелец сафари-парка все так же уверен, к нему придираются. Но если так, то почему его дети еще до сих пор работают? Причин для закрытия назвали десятка два. Значит, проблема не в предвзятости. Общественная палата единогласно приняла решение. С этого момента создается рабочая группа, в которую войдут независимые эксперты. То есть чиновников там не будет. И уже после детального обхода и изучения проблемы будут даны заключения по работе как предпринимателя, так и официальных лиц. Посещение этого зоопарка сегодня, пока мы не выяснили до конца оформление определенных объектов, может принести серьезные недостатки. А могут привести и к трагедии. И в этом плане у нас большие претензии к органам власти, к тем, кто осуществляет надзор. Если они выписали штраф, если они выписали предписание, а ничего по сути не меняется, то они должны нести за это ответственность. В будущую комиссию войдут люди, имеющие отношение к объектам Олега Зубкова. Но не сам владелец, так что эту рабочую группу не повернется язык назвать предвзятой даже у самого бизнесмена. То, что сам Олег Зубков личность противоречивая, доказывает не только его высказывания, но и события, которые за последние три года произошли вокруг его парка Львов-Тайган и зоопарка сказка. Если выбор крымчан нужно будет защищать, то львы парка Львов-Тайган пополнят ряды самообороны крымчан по защите их выбора на референдуме. Я с уважением отношусь к Мустафе Живелеву, к его пути, к его позиции последовательной. Родились два тигренка, мальчик и девочка. Мы, недолго думая, находясь под патриотическими чувствами референдума, назвали самца референдум, а девочку назвали весной. Вы сумуете за Украину? Да, я считаю за Украину. Чудеса трансформации. Такие диаметрально противоположные заявления выражает их один человек, директор сафари-парка Тайган и зоопарка сказка Олег Зубков. В 2014 году он яро поддерживал воссоединение Крыма с Россией, а по прошествии года свою точку зрения резко сменил. В целом могу сказать, что человек не занимается своей работой, он не видит того, что видят люди. Говорит одно, а хочет перебраться и жить, наверное, в Украине. Не любит он, наверное, свою страну. Раньше, если было доступно посещение этого парка, парка Львов, то сейчас я считаю, что это уже обдираловка. Негативное отношение к работникам парка. Наверное, может быть, поэтому не так все гладко. Над людьми, как над рабами. Если проезжая мимо, он может просто оскорбить и обозвать, если ты не в том месте присела или не в том месте прошла. Если дети побежали на газончик, тоже идет оскорбление. Очень негативное мнение о животных. Как издеваются над ними. Этих маленьких тигрят, выносят, фотографируют. И вы понимаете, смотришь на них, когда они возвращаются. Они никакие. Вот на этом делают деньги. На животных делают деньги. В каких условиях их содержат? Понимаете? Это вообще... Если нарушения имеются, доказано, их, конечно, надо пресекать. Страшно. Страшно. Техника безопасности как-то не соблюдается. Шутковато. Наверное, закрыть лучше. Раз. Или хозяина поменять. Что? Почему? Ну, почему? Потому что хозяин несет ответственность за происходящее. Олег Зубков позиционирует себя как большой любитель животных. А вот законов, как показывают факты, не очень. Для заработка капитала предприниматель использует обширную территорию. Но правомерно ли? В ходе проверки прокуратуры Белогорского района установлено, что от забора парка Львов-Тайган до уреза воды пруда были проведены самовольные земляные работы по устройству дороги. Кроме того, в водоохранной зоне водоема построили конструкцию площадью почти в 2000 квадратных метров. В 2016 году Госкомрегистр провел свою внеплановую проверку по факту самовольного занятия дополнительного земельного участка госсобственности в Белогорске площадью 59 квадратных метров. В 2016 году арбитражный суд Республики Крым постановил, Олег Зубков должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Глава администрации Белогорского района Галина Перелович заявляет, желание получить лакомый кусочек земли и не оформлять его возникает у Зубкова не впервые. Ему всегда надо срочно, без всяких на то оснований, документально он это не любит оформлять, ни те же рекламные бибборды, которые у нас были проблемы, ни те же буквы. Поставил Олег Алексеевич, не оформив документацию. Точно так он строит новый парк, который, вот он посчитал, что это дорога, и она ему нужна, и поэтому захват произвел лесхозных земель, и буквально во всем так. А с буквами и вовсе интересная ситуация. Их разместили на земельном участке сельхозназначения. Он принадлежал Белогорскому техникуму. Профильные специалисты подсчитали ущерб, причиненный учреждению. Расчет ущерба составляет 1,9 млн рублей. В настоящее время судебное разбирательство продолжается. Арбитражным судом Республики Крым назначено дело на 20 июня сего года. Не все так чисто и в деле, которое касается дельфинария в Ялте. Объект выглядел так внешне. Были бассейны, места для зрителей. Рабочие не на камеру сообщали. Стройка длилась всего два месяца. В скором времени планировалось открытие. Но согласно письму Департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты, решение о выделении земельного участка для строительства дельфинария на этом участке не выдавалось. То есть директор сказки совместно с ООО «Океанариум Аквамарин» заняли территорию самовольно. Скандалы вокруг личности Зубкова вспыхивают один за другим. Последний разгорелся около фермы в Белогорском районе, где, по словам Олега Алексеевича, убили всех здоровых свиней. Хотя на самом деле поголовье пострадало от вируса африканской чумы свиней, заявляет главный ветеринар Крыма Валерий Иванов. Суд принял сторону сотрудников его госкомитета. Более того, за свою потерю Зубков получил весомую компенсацию, как и полагается по законодательству. Олег Алексеевич, у меня подал документы, они попали ко мне на стол. Я во вторник сказал, чтобы эти деньги банк вообще перечислил ему. Это рыночная стоимость. За эти деньги он может купить такое же количество животных, если они ему нужны. 2 миллиона 322 тысячи 600 с копейками. Зубков утверждал, что уничтоженные свиньи являются основной кормовой базой для львов парка Тайган. Но, по словам Валерия Иванова, есть иные сведения. Сейчас, насколько я знаю, ко мне обращаются граждане, якобы на его блоге. Его сторонники распространяют информацию, что их кормят какой-то утятиной, который очень не нравится львам. Я думаю, что, возможно, и этому надо будет дать оценку. Посмотрим. Олег Зубков делает многое для популяризации своих детищ. Правда, тем, кто хочет увидеть млекопитающих. Это не всегда по карману. Стоимость билета для взрослого 900 рублей, а для ребенка 450. Понятие льготы создатель и учредитель рассматривать не желает. Нет, этого нет. Олег Алексеевич сделал это очень красиво в первый год. Дал Белогорскому району жителям скидку 50%. Но потом он посчитал, что вот есть такая голова, которая его не понимает. И пусть жители будут наказаны. Это плохо, и это нехорошо. На официальном сайте Тайгана Олег Зубков называет животных своими питомцами. Но усомниться в истинной любви к хищникам позволяет несколько громких историй. Гибель бенгальских тигров вызвала большой резонанс, вышедший из-за предела полуострова. По заключению ветеринарной лаборатории Крыма, причиной смерти первого тигренка стала болезнь пищеварительной системы. В то время как сам Зубков утверждал, что всему виной энергоблокада и отсутствие генераторов. Мы попали в то помещение, где оставилось два тигренка. Значит, заактировано, они находятся при температуре 15 градусов. В понедельник, когда мы его забирали, и сегодня, кстати, третий покушал, значит, температура находится 18 градусов. Представьте себе, как животное, которое имеет шерстяной покров, при вскрытии и на фото-видеофиксации, которую мы всегда проводим, имеется достаточно серьезная жировая прослойка, он достаточно здорово выглядит. В какой температуре и сколько времени понадобилось находиться этому тигренку, чтобы умереть от переохлаждения? У нас ни одного протокола заседания штаба по чрезвычайной ситуации не было. О том, что этот генератор был направлен в Ялтинский зоопарк. Действительно, генератор направлялся в парк Тайган. Это в Белогорском районе, но не в Ялтинский зоопарк. И спекулировать сейчас с тем, что у нас отняли этот генератор из Ялтинского зоопарка, совершенно беспочвенно. Это просто спекуляция. Однако после гибели второго детеныша Зубков свое мнение резко поменял. Мол, животные изначально родились слабыми. У директора зоопарка была возможность сохранить жизни. Но, видимо, самоуверенность победила здравый смысл. Собственник животных обязан соблюсти все ветеринарные правила, которые направлены на то, чтобы защитить жизнь и здоровье этих животных. Вы помните, что после смерти первого животного мы обращались к Олегу Алексеевичу с предложением, если он не может гарантировать жизнь оставшихся, передать ей государству ветеринарной службы во временное пользование, для того, чтобы мы могли сохранить им жизнь. Олег Алексеевич, вы помните его реакцию, как всегда эмоциональную, не сохранил жизнь данных животных. Также заботливо Олег Зубков повел себя с другими млекопитающими. В бассейне дельфинария, которого по документам и быть не должно, обитали морские животные. История 2016 года, когда люди, которые стали очевидцами того, как содержатся афалины и белухи, тут же придали это огласке. Воды в Чане было очень мало. Такому количеству животных в Чане очень тесно. Животные изранены, очень вялые. Кроме того, Чан стоит под открытым небом, под палящим солнцем. И это в 36-ти градусную жару. Специалистов не пускали к месту содержания морских обитателей в районе зоопарка «Сказка». На этот счет хлопотали крымские экологи. Проводили там проверку. Возбудили дело об административном правонарушении. И результат не заставил себя ждать. Ялтинский городской суд оштрафовал частный дельфинарий, который расположен рядом с зоопарком «Сказка» на крупную сумму. Вдобавок постановил конфисковать находящихся там шесть черноморских афалин, двух белух и северных котиков. Этот объект соответствующий получил реакцию со стороны не только государственной ветеринарной службы. И этот объект уже перестал работать по состоянию на прошлый год. Как только один скандал утихает, возникает новый. На сей раз дело коснулось здоровья ребенка. Я надеюсь, что вот эта бумага стоила для вас достаточно дорого. Ибо слезы мои и слезы моего ребенка, оставшегося инвалидом с двумя пальцами на ноге, они не стоят дешево. Я действительно хочу заявить о том, что этот приговор купленный. Это видеообращение крымчанка Людмила Ракша адресовала судье Белогорского района Крыма. Он оправдал директора парка «Львов-Тайган», где два года назад пятилетнему мальчику упала на ногу часть каменной скульптуры. Последствия происшествия – ампутация трех пальцев на ноге и заключение медэкспертов, а стойкой утрате Владом до 30% общей трудоспособности. Не могу прыгать на ножки, потому что мне так больно просто. Даже после всех операций так больно. Как именно случилась трагедия, мать Влада не видела. Семья весь день гуляла по парку, а потом взрослые присели на лавку, чтобы попить воды. По словам Людмилы, она отвлеклась всего на пару минут. И тут раздался пронзительный детский крик. Подвезти Влада и его мать в медпункт согласился проезжающий на электрокаре сотрудник «Тайгана». Этот молодой человек в Самбурске выносит нам простая миска пластиковая, подставляет под ножку. И я в этот момент вижу, что мизинчик отрублен, он висел буквально на сосудике одном. Ребенок, конечно, кричит просто нечеловеческим криком. Вместо обозначенного на карте медпункта рассказывает мама мальчика. Мужчина доставил их к главному корпусу. Первую помощь ребенку оказывал не врач, подчеркнула Людмила, а дежурный администратор. Она обработала ногу перекисью водорода и забинтовала. А потом по просьбе матери малыша вызвало такси. Последняя фраза, которую я слышала от этого администратора, когда мы выходили в фойе – «Тише, тише, не испугайте людей». То есть вы понимаете, в чем то, что случилось вот такое происшествие, ей было наплевать. Самое главное – не было напугать людей криком ребенка. Уже после Людмила обратилась в полицию и прокуратуру. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». То, что скульптура не была надежно закреплена, по мнению женщины, доказывает видео, сделанное на следующий день после происшествия. Однако директора «Тайгана» Олега Зубкова эти кадры не убеждают. В чем же виновата руководство парка, что ребенок был оставлен без присмотра, лазил по скульптурам и уронил, раскачал скульптуру и уронил себе на ногу там, а часть этой скульптуры. В чем? Территория парка 32 гектара, там живет 2000 животных и птиц. И наблюдать, поставить охранника еще дополнительно каждому родителю на это невозможно. Тут целиком и полностью вина родителей, сопровождающих взрослых в данном случае. Но Людмила Ракша возразила Олегу Зубкову. Во-первых, она нигде не видела табличек, запрещающих трогать скульптуры. А во-вторых, заказанная в московской компании строительно-техническая экспертиза по делу показывает, что основными и наиболее вероятными причинами разрушения этой конструкции стали, цитата, «нарушение при монтаже объекта и использовании клеящего вещества, не предназначенного для склеивания изделий из гранита». Людмила подала апелляцию в Верховный суд Крыма. Я живу, я буду пройти дальше. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Олег Зубков не заботится ни о гостях, ни о своих сотрудниках. Директора сафари-парка обвинили в избиении сторожа Тайгана. Инцидент произошел в июне 2015 года. На протяжении расследования и всего судебного производства Зубков заявлял, дело сфабриковано. Свою вину не признавал и на суде. А вот 23-летний Эмир Али Сарач уверял, побои были и немалые. Поломаны нос сотрясением мозга и поврежденная психика. Причем ночной охранник сафари-парка уверял, за время его работы были и другие случаи рукоприкладства. Я был жестоко избит с Зубковым Олегом Алексеевичем в его личном кабинете в парке Львов-Тайган. За что? За то, что совершил проступок другой работник парка. В интервале моей работы бывали случаи. Бил по лицу. Вы не первый? Нет. Точку в этом вопросе должен был поставить Белогорский районный суд. Около часа судья зачитывал обвинительный приговор. Фронт сообщил о том, что во время обыска в кабинете Зубкова нашли шнур, которым он мог избивать охранника и футболку с бурыми пятнами, похожими на кровь. Зубков получил три года условно с испытательным сроком на год и подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу или его обжалование. Спустя время новый скандал. Повлекший за собой уже смерть человека. В парке Тайган обнаружили труп 29-летнего мужчины Инна Яковлева, мать погибшего. О том, что ее сына больше нет в живых, она узнала лишь через сутки. Говорит, он работал в сафари-парке. Что произошло, до конца неясно. Есть несколько версий. Та, что ее сына загрызли животные, и та, что смертельные раны нанесли собаке. Мы ездили на Тайган, туда узнавать, разговаривали с заведующей. Она сказала, что он пришел откуда-то, что это не у них случилось, что он пришел на территорию уже покусан. Я не верю в этих собак, они говорят все, что угодно. Больше всего женщина волновала то, что ее сыну не оказали необходимую помощь. Сотрудники Тайгана, как утверждал Зубков, отправили пострадавшего в Белогорскую районную больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. И было выдано направление на госпитализацию. Об этом владелец парка Львов написал в своем личном блоге. Однако в приемном покое медучреждения нам сообщали, что Яковлев к ним не поступал. Скажите, пожалуйста, к вам поступал некий Максим Яковлев? Нет. Ни по каким журналам он у нас не приходил через приемное отделение. Дело получило очень большую огласку. В тех же соцсетях была масса мнений. Хитрый Зубков всегда устраивал пресс-туры в свой парк. Кальвам заводил, обниматься, целоваться, купаться, есть с одного корыта с хищниками, журналистам давал. 900 рублей, экономия денег за входной билет, Ода Зубкову. Хорошо, что головы на месте остались. Никого, кроме журналистов, Зубков бесплатно в свои парки не пускал. Драл в три шкуры деньги с посетителей. Были обращения от детдомов сделать скидки на экскурсии. В ответ получали отказ. Не рубля скидки. Когда работал в Тайгане, с дрожью наблюдал за процессом кормления с эстакады. Кстати, тогда показалось, что львам ничего не стоит запрыгнуть на такую высоту. Со смертельным исходом. Это более чем серьезно. Не люблю зоопарки. Ко львам никогда бы не пошла. Если это случилось по вине руководителя, то Зубкову остается только бежать из Крыма. Посадят. И не важно, как этого парня порвали звери. По чьему злому умыслу. Важно, что порвали. Жуть. Похороны погибшего собрали почти все село Вишенное. Соседи и знакомые не могли поверить в произошедшее. Друг погибшего, Николай, в версии с собаками, тоже сомневается. Я думаю, что это тигры, где у него загрызли на ферме. Проще ферму закрыть, чем парк. То есть тигры съели, а спихнули на собак, чтобы зоопарк сам не закрыли. Снимки ран Максима Яковлева оценил и главный ветеринар Крыма Валерий Иванов. Попытался сделать предположение, кем могли быть нанесены такие раны. Рана является единым целым. Она не имеет некоторых одиночных, каких-то плочно вырванных частей, как это, как правило, делается при укусе собаки. Это цельная рана, в которой отсутствует частично часть тканей. И мы четко можем сделать вывод, что конкретно голову этого человека не зашивал хирург, голову этого человека не зашивал Айболит, то есть врач ветеринарной медицины. Часть швов наложена в виде зашнуровки ботинка, но никак не швов, накладываемых хирургом, хирургическим инструментом. Бесспорно, что данное повреждение и данное отношение к данному повреждению могло вызвать сепсис у человека. Родственники погибшего уверены, если бы им вовремя сообщили о случившемся, Максима могли спасти. У него осталась маленькая дочь и жена. Покусали мужа или тигр или обезьяна. Не собака, слишком серьезные раны. И не лев, он бы его разорвал на части. А скрывали потому, он же неофициально у них работал. Думали, обойдется, а оно вон как вышло. Предположения жены оказались не беспочвены. В соцсетях в открытом доступе появилось медицинское свидетельство о смерти Максима Яковлева. Его выдали родственникам погибшего. Об этом сообщает Крыминформ. В опубликованном документе указано, Яковлев пострадал от нападения хищного животного в неуточненном месте. Сам Олег Зубков прокомментировал смерть Максима Яковлева в своем блоге. Мол, парень получил смертельные раны от укуса собака. Канетигров на пресс-конференции создатель и учредитель сафари-парка заявлял, что из-за отсутствия российских документов Максим официального трудоустройства не имел. Был волонтером. Работал за еду и кров. И доступа к животным не имел. А вот мать погибшего от сына неоднократно слышала, что он помогал убирать в вольерах. Иногда кормил зверей. К тому же, если Тайган действительно ни при чем, то зачем тогда от его имени и не оказывали материальную помощь? Мне привез мужчина, Сергей Иванович, его зовут. Он привез 35 тысяч рублей мне. Это от парка Тайган? Да. Он представился. Я, говорит, непосредственно на Тайгане не работаю. Я заведующий фермой у них еще есть. Жизнь Инны Яковлевой со смертью сына разделилась на до и после. Максим был ее единственным ребенком. Женщина хочет лишь одного, чтобы нашли виновного. Справедливости желает и мать маленького Влада. Настроена женщина более чем решительно. Она мать-одиночка, а потому, кроме сына, опереться ей больше не на кого. Олег Зубков пытается показать себя любителем животных, но в итоге забывает об общечеловеческом. Он в зале суда высказал свое мнение о том, что любая обезьяна в моем зоопарке лучше воспитывает детей, чем эта мама. Она выхватывает своего детеныша из клетки, когда видит опасность своему детенышу. Мне хочется у Олега Алексеевича напрямую спросить. Олег Алексеевич, а с какой обезьяной вы себя сравниваете? Какая обезьяна воспитала и родила вас таким чудовищем, которое даже не имеет чувства сострадания, как человек и хотя бы как мужчина, к ребенку? Свои вопросы Зубкову теперь задаст и специальная комиссия, инициированная Общественной палатой Крыма. С ее заседания владелец зоопарков ушел подумать, чтобы уже утром в своем блоге опубликовать новую страшную сказку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова